Добрый вечер, в эфире «Весть Карачаева-Черкесия» в студии Руслан Жубкаев. Сегодня в рамках официального визита в Карачаево-Черкесию полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Ачайки состоялась двухсторонняя встреча с главой республики Рашидом Темрезовым, в ходе которой подвели предварительные итоги социально-экономического развития региона за 2022 год. Юбилейный год в регионе стал достаточно успешным. Карачаево-Черкесии решали задачи, поставленные президентом и правительством России. В 2022 году в республике было открыто 127 объектов, из которых 97 введены в эксплуатацию досрочно. В регионе практически стопроцентное исполнение всех нацпроектов. На следующий год поставлена задача создания новых высокотехнологических рабочих мест. Бюджет Карачаева-Черкесии на 70% социально ориентирован и вместе с тем в регионе должен увеличиваться налоговый потенциал. В первую очередь в промышленных производствах, сельском хозяйстве и туризме. В конце этого года сдаются две крупные малые ГЭС. Стороны также обсудили вопросы создания инновационных технопарков. После председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Президиума Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев вручил полномочному представителю президента России в СКФО Юрию Чайке орден за заслуги перед уммой первой степени за большой вклад в развитие ислама, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей в обществе. В год столетия образования Карачаева-Черкесии в республиканской столице состоялось открытие первой соборной мечети, которая станет одним из самых величественных культовых сооружений ислама. Долгожданную радость мусульман сегодня разделили высокие гости. Пулпет президента России в СКФО Юрий Чайка, глава республики Рашид Тимрезов, лидеры духовенства Северного Кавказа и другие. Об этом, об одном из самых праздничных дней в истории многонациональной, многоконфессиональной Карачаева-Черкесии Мурат Жанкёзов. К началу церемонии открытия мечеть заполнили верующие, приехавшие из всех городов и районов республики, прибыли и гости из соседних регионов. С приветственным словом к собравшимся обратился полномочный представитель президента ВСКФО Юрий Чайка. Мечеть станет одним из самых крупных священных мест для мусульман Северного Кавказа. Реализация данного проекта стала возможна благодаря совместным усилиям органов власти и местного сообщества. Представители духовенства вносят огромный вклад в дело развития Карачаева-Черкесии. Одним из самых важных и праздничных дней в жизни республики назвал Рашид Тимрезов открытие соборной мечети и отметил, что на этом строительство не заканчивается. Мы приняли такое решение, что следующим этапом, следующее строительство, это будет строительство республиканского мадресе в городе Черкесске, которое мы начнем в следующем году. Выступая перед собравшимися, лидеры традиционных конфессий отметили неоценимую важность и значимость соборной мечети не только для верующих, но и в целом для всех жителей республики. Люди приходят сюда, чтобы перед Всевышним открыть свою душу, попросить, что ему надо и получить это от Всевышнего. Знаково, что сегодняшнее событие совершается в год столетия государственности Карачаева-Черкесии. Это значимое событие является еще одним важным убеждением того, что мы достойно продолжаем традиции, оставленные на нашей земле нашими предками. Мечеть всегда была центром культуры, центром знаний, центром всех социальных вещей. Это был центр жизни мусульман. И, конечно, оно имеет и политическое значение, личное значение для каждого человека, значение в образовательной структуре, в образовательной сфере, в жизни мусульман. Мечеть – это дом всемогущего создателя на этой земле. А, безусловно, Джума-мечеть – это большая радость не только для жителей Карачаева-Черкесии, но и для нас, мусульман Ставропольского края и Северного Кавказа. Центральная соборная мечеть названа именем Ханафитской правовой школы суннитского направления ислама имама Абу Ханифа. Ее общая площадь составляет более 4000 квадратных метров. Мечеть возведена в стиле византийской архитектуры, дополненной элементами мусульманского зодчества. Она имеет 4 минарета высотой более 50 метров, 33 купола и 220 окон. Здание рассчитано на несколько тысяч прихожан. Общая вместимость здания составляет около 7 тысяч человек. А с учетом прилегающей территории, в праздничные дни здесь смогут помолиться около 20 тысяч мусульман. На территории мечети благоустроены два фонтана, детская площадка и зона отдыха. А вокруг всего здания предусмотрены парковочные места. Мурат Сентьюзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4, плюс 1, а днем 3-8 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0, минус 2, днем 4-6 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Сегодня состоялась традиционная прямая линия с Рашидом Тимрезовым. За один час глава региона ответил на все прозвучавшие вопросы от жителей республики. Осталось неизменным место проведения. Студия телевидения ГТРК Карачаева, Черкесия. Вопросы, которые интересовали людей, касались здравоохранения, образования, ЖКХ, модернизации транспортной сети и многого другого. О главном медиасобытие этого дня и о том, что осталось за кадром, расскажет Альбина Ламкова. До эфира совсем немного. Техническая группа и надлежащая аппаратура тщательно подготовлена заранее. Но это прямая трансляция, важна любая секунда. А чтобы не было казусов, весь процесс контролируется в центральной аппаратной. В ней работает профессиональная команда технических инженеров во главе с режиссером. Здесь все на старте. Что не скажешь про колл-центр, куда еще задолго до начала прямой трансляции и во время ее проведения стали поступать обращения к граждан. Звонки от жителей республики идут друг за другом с воскресенья с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Их содержание записывает и обрабатывает специалист. Затем эту информацию передают в студию прямого эфира и озвучивают, чтобы о проблеме из первых уст узнали и решили. По статистике на вчерашний день поступило более 200 звонков. Наравне с этим фиксируются и регистрируются все обращения, которые поступают в социальных сетях под анонсами у прямой линии главы республики. Обращения разные. Есть вопросы от ребятишек, которые просят чудо к Новому году, подарить им подарки, Дед Мороза и так далее. В этом году характер обращений отличается от предыдущих тем, что люди начинают свои обращения с благодарности. Время прямого эфира подошло. Все на местах ведет программу директор ГТРК Корчаева-Черкесия Светлана Казиева. Руководитель субъекта Рашид Темрезов, приветствуя всех, рассказал, каким был уходящий 2022 год. Каким был уходящий 2022 год? Наверное, в первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, Светлана, весь коллектив ГТРК, за такую возможность, которую мы каждый год имеем в плане того, чтобы провести прямой эфир с жителями нашей республики. Если говорить о годе уходящем, конечно, он был непростой. А затем прозвучал первый звонок и вопрос в студию от Рустама Шевхужева, тренера по вольной борьбе в шестой школе Черкесска. Он говорил о просьбе купить спортивное оборудование. В итоге борцовский ковер будет приобретен. Одна из главных тем в стране – частичная мобилизация. Поэтому эта тема была затронута из станицы Кардоникской от Фатимы Эркеновой. В ходе прямой линии глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, отвечая на вопросы жителей, отметил, что семье каждого участника СВО назначат единовременную выплату к Новому году в размере 20 тысяч рублей. Что вообще касается специальной военной операции, мы все с вами обратили внимание, как на решение нашего Верховного Волганова командующего, президента Российской Федерации, все наше общество отреагировало. И жители Карачаева Черкесской Республики, ребята, которые были мобилизованы, ребята, которые ушли добровольцами, я практически с каждым общался, знаю очень многих, лично знаю. Я хочу в первую очередь поблагодарить их, поблагодарить их родителей за то, что воспитали таких достойных сыновей, достойных сыновей нашего Отечества, нашей Республики. Далее звучат вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. Они всегда в рейтинге самых актуальных. На этот раз Татьяна Орлова, проживающая в станице Исправной, переживает, что закроют в стационар. Говорит, нет врачей и сокращена лаборатория. По поводу нехватки медицинских кадров, на самом деле, действительно, эта проблема существует. И вы знаете, я получаю много подобных вопросов в последнее время, обращений от жителей республики. В основном это касается жителей сельской местности, которые говорят о том, что это касается. И станицы Исправной, и станицы Кордоникской, и села Дружба, и многих других населенных пунктов, где действительно вызывает обеспокоенность закрытие, ну, как в обращениях я слышу, это закрытие дневных стационаров. На самом деле, о закрытии дневных стационаров речи не идет. Есть вопрос о переводе круглосуточных стационаров в дневные. А еще Рашид Борисбевич сообщил радостную весть. Скоро откроется детская школа искусств в Черкесске. Не обошлись стороной вопросы и о спорте. Поступило в виде обращения на эту тему. Меня зовут Мащенко Сергей Викторович. Я руководитель футбольной школы Академии футбола города Черкеска. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Я смотрю и мечтаю о том, чтобы когда-то наши воспитанники играли на этом чемпионате мира по футболу. Конечно, футболу мы будем уделять внимание. Я на открытии нашего центрального стадиона «Нарт» в сентябре месяце объявил о том, что с 2023 года команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. В ходе часовой беседы с жителями республики был затронут ряд вопросов, поступивших накануне и непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные. Больше всего людей интересовала информация о продолжении благоустройства республиканских территорий. Еще проблема водоснабжения, ЖКХ и вопросы газификации. Кстати, в республике на 100% будут газифицированы все населенные пункты до конца 2025 года. Были личные просьбы по оказанию мер социальной поддержки. Была поднята тема строительства новых социальных объектов. Глава региона во время проведения прямой трансляции поручил правительству региона создать карту автобусных пассажирских маршрутов в Карачаево-Черкесии в срок до 1 января 2023 года. У нас время стремительно подходит к концу. Остается всего одна минута. И я успею только спросить, что пожелаете жителям Карачаева-Черкесии в наступающем году? Я хочу пожелать жителям нашей родной республики мира, добра, благополучия, семейного счастья, нашим старшим крепкого здоровья, нашим младшим, чтобы они росли самыми умными, красивыми, сильными, воспитанными. Хочу пожелать, чтобы наша республика процветала, чтобы все поставленные задачи, которые в первую очередь перед нами ставят население наше, руководство нашей страны, мы их неукоснительно исполняли. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Общение с народом было не длинное, но динамичное. Многие вопросы, конечно же, должны решаться на местах. Но вот такой формат бывает очень полезным, так как некоторые проблемы на уровне главы региона сдвигаются с мертвой точки. Уже сегодня за просьбами многих последовали поручения от Рашида Темрезова в адрес республиканских и местных органов власти. По вопросам, не прозвучавшим в эфире, но принятые операторами колл-центра, будут даны письменные ответы в ближайшее время. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все, Вести, на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова